Положение называется хавгарки. Половина моей защиты. Это для меня положение, в принципе, удобное. Кто умеет с него работать, достаточно эффективно может работать. Главное, грамотно все делать. И здесь таким образом, та нога, которая свободна, ту ногу он не контролирует, он ее держит. Эта нога у меня свободна. Поэтому я буду креветку делать в сторону своей свободной ноги, чтобы вытащить таз с под него. Ручка могу себе помогать. И здесь, смотрите, я уперся, то, что мы как раз делали, вот этой ногой. Уперся, и таз из-под него, из-под него вытаскиваю. За счет этого, смотрите, у меня нога оттуда выходит. То есть нога была там. Даже если он мне плечи как-то держит, все равно я за счет того, что у меня таз уходит в сторону, у меня нога вылазит из-под него. И здесь я могу уже переходить в полный гард, выходить или что-то еще. А теперь с другой ноги покажите, чтобы с этой стороны было. Другую ногу засунь, покажи. Ребят, посмотрите, это очень актуально. Во-первых, за это баллы. Один получает, другой не получает. Вот если вы будете бороться, вот Равиль боролись все, там один-два балла. Юра проиграл одному парню в один балл. Хотя Юра лучше боролся с моей позиции. Не потому, что он мой ученик. Поэтому посмотрите, как эти баллы играют. Вы все равно когда-то до этих турниров доберетесь. Это очень важно, потому что судья не дает, когда идет захват такой обоюдный, какое-то преимущество. А когда ты уже чисто обыгрываешь, ну в одну калитку, да? Покажите, пожалуйста, еще вот. Да, за счет свободной ноги. Небольшой ног сделаю. И убираю таз. Плечи остаются на месте. Убираю таз до того положения, чтобы у меня ноги получили. Боль, свобода. И сразу вот это важное положение. Всегда надо в этой позиции скрестить, вот так вот держать. Юра грамотно. Смотрите, локти спрятался. Ну вообще нормально смотрятся пацаны, они выступают. Давайте попробуем. Поработали, потом в парах это будет. Хорошо.